Друзья, ну а представить нашу топовую гоночную шину, полугоночную, наверное, спортивную, правильно ее называть, шину Pizero, нужно, наверное, в самом цитадели, в самом цимусе спорта. Мы находимся на сочинском автодроме, и наша шина Pizero очень частый гость на таких вот трассах. Несмотря на то, что эта шина предназначена в основном для общественных дорог, то есть определенные версии у Pizero, например, Corsa, которая может использоваться не только на общественных дорогах, но и на гоночных треках. В принципе, для любителей быстрой езды шина Pizero, ну, это такой правильный выбор, потому что шина имеет абсолютно острый и точный отклик на рулевое управление. Эта шина создана таким образом, чтобы сохранять площадь пятна контакта стабильной, вне зависимости от скорости прохождения, если вы заходите даже на 300 км в час в какой-то вираж, то площадь пятна контакта, она очень стабильна. Это делается все благодаря нашему огромнейшему опыту участия в спортивных состязаниях Formula 1, WRC и, как я, наверное, уже сказал, более 110 различных гоночных серий у Pirelli на сегодняшний день. Ну и, собственно, давайте познакомимся ближе непосредственно с рисунком протектора. Вот она, наша красавица стоит. Это Pizero класса Sport Car. У нас две шины в новом поколении Pizero. Это Pizero Sport Car и Pizero Luxury Salon. Сразу оговорюсь, Pizero Luxury Salon – это шина, которая предназначена для больших премиальных седанов с мощными двигателями. То есть она более комфортная, потому что у нее хорошая нарезка по протектору для эвакуации водных масс. И из-за того, что у нее частая нарезка блоков и плечевых зон, у нее сам профиль достаточно мягкий, эластичный. И он очень хорошо повторяет абразивности дорожного полотна, именно городского полотна, где встречаются дорожные стыки, неровности, какие-то дорожные ямы. И вот именно Luxury Salon Pizero, она хорошо обрабатывает эти неровности, не дает много вибрации внутрь автомобиля. Соответственно, вам комфортно, вам приятно и акустически, и пластически. Что касается шины Sport Car, то она более агрессивная. Эта шина, конечно, уже предназначена для тех, кто любит острый отклик на руль, кто любит полностью чувствовать трассу на рулевой колодке. То есть очень информативная шина, очень хорошая обратная связь. Вот. И ее особенность в том, что внешняя плечевая зона, вот эта вот часть, вот эта область, она состоит из крупных массивных блоков. Крупные массивные блоки, они увеличивают площадь пятна контакта как раз-таки во время прохождения высокоскоростных поворотов, когда смещается давление, в общем, пятня контакта на внешнюю область. И хороший отклик на рулевое управление благодаря более жесткой структуре, потому что внутри фод протектором, именно в плечевой области, вот здесь вот, находится дополнительный брекерный ремень, так называемый, брекерная прослойка, которая делает эту область более жесткой. Не нужно забывать про особый тип резиновой смеси, потому что компаунд, который находится в шине Pizzero, это компаунд типа Ultra High Performance. Это максимально производительная резиновая смесь, которая дает наивысший коэффициент сцепления. Коэффициент сцепления, если интересно, можно посмотреть на боковине и найти коэффициент сцепления, это трекшн. Если вы найдете слово трекшн, то вы увидите, насколько эта шина хорошо может держать, ну, можно даже сравнить шины какие-то в ваших торговых точках друг с другом. Что еще нужно сказать? Если посмотреть на нее как на более гражданскую шину и обратить внимание на дренажную систему, то вы увидите четыре огромнейших канала, которые способны прокачивать до 46 литров в секунду воды. То есть, огромнейшая, серьезнейшая дренажная способность нашего протектора минимизировать ситуацию, то есть, риск аквапланирования. Внутренняя часть, а внешне мы поговорили, большие блоки для высокоскоростных прохождений, а внутренняя часть, очень частая нарезка, опять же, это для минимизации аквапланирования и для придания большей мягкости внутренней части нашей шины. То есть, получается некий гибрид. Жесткая часть с внешней, более мягкая с внутренней. Каналы. Каналы задают определенные ребра. Мы называем ход блоков вот в определенном строю ребром. Вот три ребра, они проглядываются на рисунке протектора. Три ребра создают условные кромки сцепления. Если мы будем воздействовать в поперечном направлении, то каждая вот эта вот кромка будет являться кромком условного упора, если мы ее начнем вот так вот тянуть. Каждая кромочка будет упираться и на треки, и в городском режиме, что хорошо стабилизирует в целом нашу шину и дает, опять же, вам возможность быть уверенным в более стабильном прохождении и поворотов, и любых других маневрах, перестроек каких-то резких на трассе. То есть, в поперечном направлении шина будет ощущаться и работать как очень стабильная, надежная шина, давая вам высокий уровень эксплуатации. Вместе с совокупностью с резиновой смесью класса Ultra High Performance. В основном полуспортивные шины, они будут в невысоких профилях. Высокий профиль, это, конечно, привилегия больше городского сегмента, а вот низкий или средний профиль, это привилегия спортивного класса. Это делается для того, чтобы в боковине было наименьшее количество различных искажений, для того, чтобы, опять же, у вас передавался моментальный отклик на маневр. Чем ниже профиль, тем острее управляемость. Pizzero имеет, это важный момент, имеет родственные связи, ДНК с настоящими формульными шинами, которые, собственно, используются на таких треках. И частично вот эти технологии резиносмешения и внутренних брейкерных слоев, они перекочевали у нас вот в такие вот спортивные шины для дорог общественного пользования. Под протектором еще один важный момент. Тут мне придется присесть, так как бы поближе к вам. При широком профиле, здесь у нас с вами 285-я ширина профиля. Когда шина идет на огромной скорости, то центробежная сила, к сожалению, не щадит нашу геометрию шины. Она начинает потихонечку выдавливать центральную часть. И, по сути, что происходит? На высоких скоростях у вас из общего стабильного пятна контакта, изначального, пятно контакта немного уменьшается. Но нам удалось этого избежать. Каким образом? Мы используем брейкерные слои именно в Pizero. Они называются брейкерный слой Zero Degree Gradus. Это некие специальные корды, которые обматывают нашу шину вот так вот в несколько слоев, минимизируя, как раз не давая возможности выдавить центральную часть центробежной силы. Поэтому, проходя огромные на высокой скорости, высокоскоростные повороты, ваша площадь пятна контакта, она не деформируется, она остается, скажем так, полной. Вы заходите на большой площади, и из-за этого чувствуете большую уверенность, можете проходить на больших скоростях. Вот, это о скоростях. Собственно, если опять же посмотреть на протектор, то вы увидите, что он нарезан достаточно часто. Много блоков и во внутренней, и во внешней плечевой зоне. Это дает возможность, ну, собственно, шине достаточно эластично, мягко проходить дорожные неровности. Поэтому эта шина не является полностью, так скажем, боевой гоночной шиной. Эта шина все-таки для дорог общественного пользования с уклоном на, собственно, на спортивные характеристики. А сейчас мы с вами перейдем в гараж и посмотрим, на чем стоят боевые машины, и что же там за шины, которые тоже называются Pizero. Вот, святая святых гонок. Боксы профессиональные. Тойотка. Ух, ух, какая. Это слики. Да, это слики. Ну, на трофео. Ну, сликовые шины, это исключительно шины для трека. Конечно, на дорогах общественного пользования на них не поедешь. И вот так вот рукой трогаешь, ощущаешь, насколько тут, ну, уже такая поплавившаяся резина, которая бывала уже в боях. Приятный запах такой совсем другой. Не как мы с вами привыкли на наших складах. Вот. Боевые шины. Это уже другое поколение, получается, того же Pizero. Вот. Потому что у Pizero стартует с Pizero классической своей версии. Это предыдущие поколения. Дальше идет новая Pizero. Это Pizero, делящаяся на два состава. По сути, на два рисунка. Это Pizero Portcar для более спортивных автомобилей, как я уже говорил. И Pizero Luxury Salon для больших премиальных седанов. Вот здесь в гараже есть вот тоже интересный. Поша стоит. Здесь не Куа. Здесь Трофео. Трофео – это следующая ступень после Корса. Если построить такую градацию по спортивным шинам, то есть городские шины спортивного уклона. Это Pizero, как я сказал, спорткар и лакшери салон. Потом идет Pizero Корса. Это такая гибридная шина для асфальта общественных дорог. И на ней уже можно выезжать на треки. И потом уже идет такая практически трековая шина. Это Трофео. Здесь, ребята, подснимите поближе, как название у нее выглядит. Рисунок протектора ближе к слику. Что касается спорта, как вы все прекрасно понимаете, вы пирели в этом огромнейшая история. Огромная не просто история, а опыт, который дает нам возможность забирать из мира гонок самые лучшие, самые топовые технологии, использовать их в дорожных шинах, которые, собственно, частично есть на ваших полках, которые вы будете продавать конечному потребителю. Если к вам придет какой-то человек, который болеет миром спорта, болеет автомобилями, да, вы ему ставите такой диагноз, то, скорее всего, будет правильно предложить ему наши шины Pizero. Ну и тоже хочется пару слов сказать о том, что школа вождения, BMW Driving Experience, это наши партнеры, наши друзья, как и в лице всей компании, и Racing Academy, и школа BMW, они, конечно же, проходят тесты в основном на шинах Pirelli. И вот сейчас за моей спиной как раз ребята проводят мини-тренировку, после чего это такая тренировка-разогрев, они уже перейдут на гоночный трек, будет в боевом уже состоянии на нашей шине, как говорится, пробовать достигать сумасшедших результатов, а потом уже выступать на определенных соревнованиях. Еще немного философски хотелось подойти к шине Pizero. Это же все-таки легендарная шина, которая используется и на гонках Формулы 1, или различных других спортивных треках. Поэтому это не просто шина с высочайшими характеристиками, а это все-таки легендарный бренд, это шина, которую знает весь мир. И покупая эту шину, ты не просто покупаешь безопасность, а ты покупаешь еще вверх эмоционального какого-то удовольствия. Вот, поэтому, ребята, рекомендую вам, как говорится, рекомендовать к покупке тем покупателям, которые обладают спортивными седанами, заряженными автомобилями, вот как раз Pizero, которая даст и безопасность. Конечно, может быть не такой высокий уровень комфорта, как наши другие шины, но безопасность превыше всего и удовольствие от вождения.